Судороги. Довольно неприятные ощущения. Ваша мышца самопроизвольно сокращается. Это может произойти как на тренировке, так и после тренировки. И достать довольно болезненные, неприятные ощущения. О том, почему это происходит, как с этим справляться и что делать, чтобы судороги не происходили вновь, поговорим в сегодняшнем видео. Если во время тренировки вы дали нагрузку больше или продолжительнее, чем та, которую ваша мышца готова, то есть вы ее истощили, то это может привести к нарушению нервной регуляции и сократительной функции. Для того, чтобы это не происходило, вам нужно четко понимать границы, до которых вы можете подниматься в нагрузки и в продолжительность тренировок, а свыше которых уже возникает подобный риск. Проблема заключается в том, что эти границы, они нигде не очерчены. Это только опытным путем, и еще больше вы тренируетесь, и больше у вас будет опыта. Соответственно, вы будете понимать, до какого уровня вы можете тренироваться, а где уже следует остановиться и дать себе передышку. Вторая причина – это недостаток необходимых веществ в клетке. В частности, речь идет о микронутриентах, таких как калий, магний, натрий, связанных с водно-электролитным балансом в организме. Дело в том, что когда этих веществ в организме достаточно и в клетку поступает их нужное количество, то процесс сокращения мышцы, который является, по сути, химическим процессом, он происходит нормально. Но как только в процессе тренировки вместе с потом у вас эти вещества выходят, и их баланс не восполняется, происходит его нарушение, что, соответственно, сказывается на том, как протекает химический процесс сокращения мышц. И он может двигаться в обе стороны, либо вызывать судороги, либо наоборот, приводить к тому, что вам будет гораздо сложнее сократить мышцу. И вы наверняка это тоже замечали в процессе тренировки, когда вы долго тренируетесь, когда вы устаете, вам все сложнее и сложнее вызывать мышцы в то напряжение, которое было в начале. На этот момент вы можете позаботиться о том, чтобы взять с собой на тренировку не просто бутылочку воды, а что-нибудь более энергетически ценное, более наполненными продуктами, это то, чтобы восполнить запас сил. Это не так актуально, если вы занимаетесь там 10, 20, 30 минут или даже час. Но если вы проводите на площадке, как некоторые из нас, по 3 часа, по 4 часа, без еды, это становится действительно важно. Но, к слову, о воде тоже надо помнить, потому что именно вода является тем транспортом, который доставляет все эти питательные вещества в ваши клетки, внутрь ваших клеток. Поэтому, если в организме не будет достаточного количества воды, опять же, нарушается возможность транспорта микронутриентов, которые нужно восполнять, опять же, нарушается химический процесс сокращения мышц, и вы это видите. Причина номер 3 – это нарушение кровообращения. Особенно она актуальна в тех упражнениях, где вы делаете максимальное количество повторений. Например, когда вы делаете максимум на брусьях, или максимум отжимания от пола, или максимум подтягивания. Также это может быть связано с наличием каких-то патологий в вашем организме. Например, есть небольшое искривление позвоночника, небольшой сколиоз. Но когда вы делаете максимум на брусьях, это все сказывается. То есть, чем больше нагрузка, тем сильнее проявляются те проблемы, которые у вас есть. И это нужно учитывать. Четвертая причина – это холод или резкие перепады температур. Они также могут вызвать судороги. И это тот момент, который вам нужно помнить, если вдруг вам в голову придет начать закаливаться, прыгая в прорубь. Очень, очень часто человек неподготовленный, он прыгает в ледяную воду. И вот этот вот резкий перепад температуры вызывает сокращение всех у него мышц. И дальше он просто камешком ведет на дно. Не надо так делать. Ну и последняя, пятая причина возникновения судорог. Может объясняться какими-то особенностями реакции на болезни или лекарства. И в данном случае единственный вариант – это обратиться к врачу и проконсультироваться, почему это происходит. И с чем это связано. Больше здесь ничего подсказать нельзя. Так выглядят пять основных причин, по которым могут возникать судороги. И я думаю, что имеет смысл рассказать о том, что делать, если вдруг у вас неожиданно сократила мышца, неожиданно свело мышцу, и вы сейчас отстонете от боли. Вы всегда можете вспомнить это видео и воспользоваться одним из трех возможных вариантов. Во-первых, вы можете попробовать либо самостоятельно, либо с чьей-то помощью растянуть мышцу сократившуюся. Только очень медленно, аккуратно, постепенно, потому что иначе вы можете себя травмировать неслабо. Второй вариант – вы можете попробовать напрячь мышцу антагониста. То есть в нашем организме в каждом суставе есть две мышцы, которые отвечают за его движение. В руке есть бицепс, который его сгибает, трицепс, который разгибает. Если вдруг у вас резко свело руку, если резко сократился бицепс, вы можете попробовать за счет напряжения трицепса, опять же, растянуть бицепс. Третий вариант – это попробовать аккуратно промассажировать мышцу по всей длине, чтобы ее расслабить. При хорошем стечении обстоятельств, с течением времени судорога начнет спадать. И если вы просто полежите, немного корчится от боли, то, возможно, дальше все будет нормально. Ну и последний момент на сегодня – это профилактика. Однако следует все раз заметить, что если судороги носят систематический характер, если они сопровождаются отеками, тяжестью или болью в мышцах, и привычные средства, описанные в предыдущем пункте, не помогают, то это повод обратиться к врачу, к специалистам за помощью, за обследованием, и понять, что же, блин, происходит с вашим организмом, почему это происходит, и что нужно делать, чтобы этого не происходило в дальнейшем. А в остальном, если вы будете питаться качественной разнообразной пищей, содержащей фрукты, овощи, все необходимые вам микронутриенты, если вы будете делать качественную разминку и заминку после тренировки, то судороги будут редким гостем на вашей площадке, и можете о них не сильно беспокоиться. С вами был Антон Кучумов, на этом все на сегодняшнем видео. Пишите, предлагайте тему в комментариях, ставьте лайки, и увидимся в следующих выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok